Говоря про северные реки, в том числе про поселок Зырянка, то в первой, как правило, от воды страдает взлетно-посадочная полоса. О ситуации в районе на данный момент расскажут наши корреспонденты. Ледоход на Колыме в районе водопоста Зырянка начался сегодня ранним утром. На данный момент он оценивается как шестибальный. Первой в поводок обычно страдает взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Она ежегодно подтапливается уже при подъеме воды до 540 сантиметров. На данный момент полоса еще не затоплена. Уровень воды на 16 часов местного времени составил 503 сантиметра. Это на 37 сантиметров ниже критического для взлетно-посадочной полосы и на 2,5 метра ниже критического уровня для Зырянки. Вода на Колыме сейчас поднимается достаточно быстро. За последние 4 часа уровень увеличился на 42 сантиметра. В Зырянке работает группа сотрудников республиканского МЧС. Сегодня ими и представителями местных служб над потенциально опасными участками Колымы был произведен облет. За сутки ледоход продвинулся, будем говорить, 20 километров. Хотя до этого было свободно два места, где заторные явления бывают обычно. Это в районе Чукачаннах и остров Саволох. Там было чисто. Пошли облет мы делать в районе Известковая. Это высшая поселка Зырянка. Там вообще такой опасности не увидели. По прогнозу, непосредственно ледоход может пройти относительно безопасно для поселка. Но опасения вызывает черная вода, прохождение которой прогнозируется через неделю-две после вскрытия Колымы. Наталья Ломанова, Александра Данилова, НВК САХА, Зырянка.